В рамках национального проекта здравоохранения до конца 2023 года будет построена новая многопрофильная поликлиника в микрорайоне Ивановские дворики. Проект уже находится в госпрограмме, заказчиком которой является Министерство строительства Московской области. Этот участок земли площадью почти в 20,5 тысяч квадратных метров в микрорайоне Ивановские дворики через несколько лет будет не узнать. Первое в городе отдельно стоящее здание поликлиники на 700 посещений в смену построят здесь до конца 2023 года. Комфортная парковка и благоустроенная территория тоже будут, но не это главное. Микрорайон Ивановские дворики, можно сказать, спальный район, где большое количество определено жильцов, имеющих молодых семей. Все сотрудники, которые мы привлекаем, в основном у нас служебное жилье располагается в этом районе. То есть там в шаговой доступности у нас и школы, и сады, и магазины основные. Именно медицинской помощи в этом микрорайоне, именно в доступной форме, естественно, я думаю, что не хватало, и мы это будем организовывать. Новая поликлиника будет включать комплекс узкопрофильных специалистов для оказания жителям города Серпухова качественной медицинской помощи. Также учреждение будет оснащено самым необходимым современным медицинским оборудованием для прохождения таких исследований, как рентгенография, маммография, компьютерное исследование, МРТ-исследование, УЗИ-оборудование. То есть все самое новое и необходимое будет у нас базироваться в этой многопрофильной поликлинике. Проблема функционирующих медицинских учреждений – малая площадь, не способная разместить в себе все необходимые кабинеты для диагностики заболеваний. Из-за этого, к примеру, жителей, прикрепленных к поликлинике номер один, направляют на некоторые обследования в поликлинику номер три. И наоборот. Новое здание позволит Серпуховичам все вопросы, связанные со здоровьем, решать в одном месте. На данный момент объект включен в государственную программу. Серпуховская городская больница уточняет по документам все вопросы, готовит контрольный пакет и отсылает также в министерство на подтверждение необходимости данной поликлиники. Основные работы по закупке, по подготовке документации и по объявлению конкурсных процедур будут уже в 2021 году запланированы. Далее проектирование, прохождение экспертизы и выход на строительно-монтажные работы. Новая поликлиника – это и новые рабочие места для молодых специалистов. Об этом говорила глава городского округа на встрече с волонтерами, студентами медицинского колледжа. Эти ребята во время пандемии помогали всем нуждающимся. Сегодня многие планируют продолжать образование и поступать в вузы. Новая поликлиника у нас проектируется. Я думаю, что каждый должен подумать, а может быть, это мое место работы. Но новая современная поликлиника, мне кажется, это очень круто, даже вообще в понимании, да, с современным оборудованием, которое, наверное, в корне будет отличаться от всего того, что у нас есть в городе. О возведении новых поликлиник говорили сегодня и на заседании правительства региона. Объем работ предстоит большой. Поэтому важно оптимизировать строительный процесс за счет привлечения дополнительной техники, заблаговременной закупки и поставки на объект оборудования, перехода на более современные строительные материалы. Соберите строителей, и я тоже с ними хочу поговорить, насколько усвоен ими новый стандарт строительства. Есть. Соберите ключевых строителей, которые традиционно работают на социальных объектах, и пусть они нас убедят, покажут, что все, что вы сейчас говорили, все это современное, эффективное, ими реализуется в организации работы. Всего в рамках госпрограммы строительства объектов социальной инфраструктуры за три года в Подмосковье построят 17 объектов здравоохранения. Продолжение следует... Продолжение следует...